Которую мы... Я ее никогда не знал и не слышал ничего. Я бы говорил, Дана Кузька из Челябина. Вот, и просто мы ее услышали в Елабуке. И посмотрели друг на друга, думали... Казани. Еще-то еще в Казани было. Ядрена ложь, как же так, вы ничего не знали об этом человеке. Вообще вот она у нее идет такие... Вот, и это быстро уж меня, так сказать, заприходует. Спасибо большое, что меня напечатали. Но это неожиданно. Я не готова была выступать. Поэтому мне пришло одно стихотворение. И если я начну мучать, поскольку я читаю с нового телефона, вы сделаете вид, что это как бы театральное прочтение. Не заметьте, что я мучаю. Это Верлибер, он называется «Бабушка моя». Существуют мужья, подло обманывающие немолодых жен. Некоторые финансисты ловко подделывают цифры в годовых отчетах. Современные школьники мудряются затирать двойки цифровым ластиком в электронных дневниках. Все брешут кто во что гораст. Я чудовищно вру своей бабушке. «Как ты, мурзилка?» Спрашивает она меня, наклонив голову в бок, как старая канарейка. И я с идиотской улыбкой ей вру. «Хорошо». А как муж и бабушка щурятся, чтобы лучше меня услышать. И я снова вру с идиотской улыбкой. Он так любит меня. Работает замначальником на заводе. И бабушка узорит, сорида. Завод, замначальник, любовь. А что там с работой? Отлично. С работой отлично. Я просто купаюсь в купюрах, клиентах, заказах. Откладываю в сберкассу. У бабушки просыпается главный бухгалтер. Откладывать? Нет, я люблю. А как там стихи? Набираю в легкие, побольше воздуха. Замечательно, вчера меня публиковал новый мир. Но бабушка хмурится. Ход не прошел. Тогда по-другому. Недавно звонил Максим Галкин. Просил почитать в голубом огоньке. И бабуля довольно кивает. Кузгалкин ей ясен. «Легко тебе, Даник? Легко. Мне предельно свободно. Мне солнечно, радостно, весело. Все обожают меня. И бабушка послеповато вредит на меня, как на солнце. И ей девяносто. И помнит она через раз. А завтра я снова приеду и все повторится. Ну что там с работой? А муж, как легко ли в Москве? Бабуля, давай о другом. Помнишь фильм, о чем дело было в пилипоре? Не помню. А помнишь войну? Нет, не помню. Давай о тебе. Все мы врем, насколько позволяет нам наша подлость и нежность. И я здесь банальный солдат на топком поле бессмысленной светлой лжи. Но ведь если вдуматься, коварная старуха сама меня с детства приучала к вранью. В ответ на вопрос «Ты всегда будешь рядом?» Шептала. Всегда. Ну вот самое ценное, что бывает в существовании журнала за 15 лет, это когда открываешь нового автора, который становится твоим. Спасибо большое.